16 мая в Черновцах поклонники относительно нового течения в украинской культуре, такого как слампоэзия, смогли посетить сценические чтения Баса Бетхера. Известный немецкий сламмер впервые приехал в Черновцы на приглашение украинско-немецкого культурного общества. Известный немецкий сламмер в Украине. Мы решили попросить Баса Бетхера, потому что он является одним из самых известных в Немецком. Он является такой брендом поэтрислем. Было радостно, что он пригодился приехать. Кроме выступления, он еще провел мастер-класс для всех охотников. И завтра у него будет семинар для выкладчиков немецкой мовы, где он немного расскажет, как можно интегрировать слампоэзию на занятиях немецкой мовы. Мы очень рады, потому что сегодня после мастер-класса очи студентов светились. Они с радованием работали, с радованием экспериментовали с мовой. И, наверное, это важнейшее. Бас Бетхер принадлежит к основателям так называемой сцены Spoken Word в Германии. Его тексты считаются классическим примером современной сценической лирики. Сейчас произведения Баса Бетхера можно найти в школьных учебниках и культовых сборниках немецкой поэзии. Очень часто это бывают идеи, которые рождаются с мелочей. К примеру, есть какая-то вещь, которая порождает идеи о чем-то большем. Несет в себе более глубокий смысл. Например, недавно была история с батареями мобильных телефонов, которые взрываются. Таким образом может родиться текст о взрывающихся мобильных телефонах, которые смогут стать символом такой взрывающейся коммуникации. И об этом стоит задуматься. А возможно, мы что-то неправильно делаем, как-то неправильно коммуницируем. Бас экспериментирует с разными медиаформатами лирики для перформансов наживо. В 2014 году он издал самый полный на сегодня сборник слэм-поэзии, который состоит из 86 текстов и аудиотекстов. Слышатели поэзии Бетхера рассказали, что перед началом мероприятеля немного волновались о том, что тексты поэта написаны на немецком языке. Однако, как оказалось, слэм-поэзии чужды языковые барьеры. Это интересно. Я, на самом деле, как-то лишь сегодня посмотрел, что тут таки есть. Я понял, что это немецкий, думаю, ну все, капец. Ничего не понимаю, знаю лишь английский, на счастье, с этим пощастило. И это было очень интересно. То есть, как будет звучать поэзия другой языке, которую ты не понимаешь. Это такой интересный доступ. И оно все воспринимается на определенном уровне той ритмики, строительства слов. В рамках проекта Бас Бетхер также провел мастер-класс по написанию слэм-поэзии для всех желающих, во время которого участники узнали, как функционирует рифма, что такое цепная реакция ассоциаций и много других поэтических приемов. Слэм-поэзия предоставляет новые возможности. Она открывает новые голоса, новые лица, новых людей. И что мне еще нравится в слэм-поэзии, это то, что она дает шанс на ошибку. Потому что часто можно и неудачно выступить. При этом пять минут неудачного выступления, это не так уже и страшно, но не больше. Потому что дальше уже должен звучать хороший, качественный текст. В конце концов, каждый имеет право на ошибку. И мне очень нравится, когда складываются какие-то такие ситуации, потому что они показывают человечность и как все просто может быть в жизни. Также поэт рассказал нам, что очень хотел бы делать еще множество культурных проектов в Украине и создавать так называемую слэм-фэмили по всему миру. Каждая турне, каждая поездка – это создание своеобразной сети. Такая сеть соединяет публику, поэта, организаторов. И очень важно во время таких поездок завязывать такие связи. И в будущем было бы интересно попробовать провести такой творческий вечер, где могли бы выступить все участники созданной нами сети. Так бы могло завязаться сотрудничество с какими-то организациями. Например, в Берлине. Наше общество слэммеров, мы называем себя слэмили, как своеобразная семья слэммеров. Мы очень дружески относимся друг к другу. И вот раньше у меня уже были связи с Украиной. Сотрудничал вместе с Сергеем Жаданом. Мы выступали вместе в Берлине. И поэтому, да, конечно, я очень заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Сценические чтения слэмпоэзии в Черновцах стали возможны благодаря дружеской поддержке Гёте-Институт в Украине. Продолжение следует...